Здравствуйте! Я преподаватель кафедры менеджмента и туризма Казахского университета технологии и бизнеса. Предлагаю вашему вниманию лекцию по дисциплине индустрии развлечения. Курсы индустрии развлечения являются специальной дисциплиной среди услуг для студента специальности ресторана, делая гостинчатый бизнес. В индустрии развлечения это своеобразная услуга, целью которой является повышение качества обслуживания, повлечение потребителей в разнообразные доступные мероприятия. Индустрия развлечения это своеобразная форма рекламы, привлечение гостей и потребителей, преследующая продвижение доступа на рынке для повышения доходности, прибыльности и конкурентоспособности ресторанного и гостиничного бизнеса. Тема дисциплины лекции. Теоретические основы индустрии развлечения. План лекции. Досуг. Понятие, особенность, признаки, составные части, структура. Сущность понятия развлечения. Структура индустрии развлечения. Особенности современных институциализированных развлечений. Третье. Предпосылки развития индустрии развлечения на современном этапе. Досуг. Это часть свободного времени, совокупных занятий, выполняющих функцию восстановления физических и психических сил человека. Деятельность. Даде совершенствования собственного удовольствия, достижения юных культурных целей, по собственному выбору. Специфика досуга в досугу деятельности заключается в доминировании личных интересов, склонности личности, по автономности от жестких требований, регулирующих другие сферы жизнедеятельности. В современных условиях досуг самооценит в ней свои самостоятельные цели. От организации досуга населения зависит морально-психологическое общество, его культурный уровень, физическое и нравственное здоровье. Досуг можно определить как следствие основания с целью человека в процессе его деятельности. То есть досуг является частью отдыха, поскольку не включает в себя время на сон и другие и приложенные затраты, которые можно назвать отдыхом. Какие же бывают признаки досуга? Это возможность, конечно, располагать в времени, свободном от необходимой деятельности, от работы и так далее. Второе – это самодостаточность, самоценность, свободного времени провождения. Это процессуальный характер деятельности, ощутимый человек как цель и основная ценность. Третье – это общественная ценность деятельности, определяющая всестороннее развитие личности. Четвертое – это свобода выбора за занятие. Пятое – это перемена выбора занятия, обусловленная поиском различных форм саморганизации, смена эмоциональных разнообразия, физического и интеллектуального напряжения человека. Шестое – это поиск удовольствия, разнообразие. Седьмое – вознаграждение, как поведено, как пулет и собственным я. Восьмое – массовость. Девятая – доступность. Десятая – стандартизация досуга. Одиннадцатая – бескорыстие. Каким же является структура досуга? Первое – отдых, который служит для восстановления жизнью силы душевного равновесия, пассивную или включающую в себя разнообразную специально подобную активность. Второе – это развлечение, выполняющее роль психической разрядки, в которой данные в современном мире были очень даже актуальны. Упражнение недогружаемых физических и духовных способностей, компенсирующих недостаток и разнообразие в труде и в быту. Просвещение, служащее следствием развития разума, воображений, эстетических и нравственных чувств, открывающих путь к ценностям культуры. Творчество, которое отвечает единственные и универсальные потребности человека, самовыражение и преобразование действительности, воздух, экспериментирование, познание возращего мира. Пятое – это созерцание природы, освобождение, отметил заботу. Шестое – это праздник, связывающий прошлое с настоящим, идем прогрессивного, художественного, по преимуществу преображения действительности. Индустрия – это отрасль, в которой представлены учреждения, организации, совокупы специальных средств, основанных на современных технологиях, направленных на удовлетворение потребностей людей, самообучение, творческая реализация личности, предоставление различных форм изучения и рекреации населения. И таким образом, понятие «досуга» достаточно широкое. Различение представляет собой одно из направлений досуговых практик. Причина активизации сверхы развлечений. Человек стал меньше времени и физических сил тратить на создание материальных вкладок для себя. С уменьшением продолжительности труда значительно возросла его напряженность. В обществе получили широкое распространение гидронистические ценности. Тенденции индустрии развлечений. Это глобализация и упрекнение объектов индустрии развлечений. Это интеграция развлечений в любых направлениях деятельности, то есть расширение. Это виртуализация индустрии развлечений. Мировая индустрия развлечений окумулирует миллиарды долларов для этой значимой части экономики большинства стран. Неспозря на масштабность индустрии развлечений, конечно же, эта система поднезла знаний в отношении данной сферы. Исследования имеют неопределенный и неоднозначный характер. Открытым остается вопрос, не только на начнутом маркетиках. Не полностью сформирован понятийный аппарат и базовые теоретические положения исследуемой области. Само понятие индустрии развлечений достаточно широко. И до настоящего времени в области таких бизнесов нет ни уйденного четкого определения. В индустрии развлечений ходят кинотеатры, театры, ходят в парки, аквапарки, ночные клубы и так далее. Все вот эти агрессивные центры. Многие с индустрией связаны направления предпринимательской деятельности. Ну, это как производительский строительный бизнес, то и пищевая промышленность. Ну, еще считается, что и горные бизнесы, как казино, игровые автоматы и тотализаторы тоже как бы являются частью развлечений. Развлечения – вид поведения человека, помогающему ослабиться и получить продукцию. Развлечения – отвлечение от привычной формы вида, поконившей и нескучившей деятельности, которая подносит множественные впечатления. Это развлечение еще и для длинных занятий, для импровождений, доставляющих довольствие, даже развлекающих. Развлечения – это вид активных деятельностей, которые направлены на удовлетворение истущих потребностей. В любой сфере – это идеологическое, эмоциональное, интеллектуальное или духовное. Оно помогает поступлению какой-то энергии дополнительной. Конечно же, это служит новым впечатлениям. И таким образом, анализируя все, что было сказано, до вышепроведенного определения, конечно же, можно выделить общие характеристики развлечения. То есть это удовольствие, комплекс положительных эмоций, впечатлений, которые сопровождают процесс развлечения или являются их результатом, независимо от того, в какую форму оно представлено. Формы или источник развлечения могут быть различными, будь то катание на роликах, игра в карту, домино, посещение ночного клуба или просмотры игры, игры футбольной команды, хоккейной команды, любого вида спорта. Таким образом, конечно же, продукт индустрииозвлечения в широком смысле это впечатление, удовольствие получаемое посредством потребителей продуктов и фигу товаров недостаточное для улучшения потребностей в процессе и целях развлечения. Рекомендуемая литература по данной теме Асанова – Организация культурно-досуковой учебник и высших профессиональных учебных заведений Волков – гостиничный и туристский бизнес Волкер – ведение в гостеприимство Гласова – анимационный и доничный продюсер Благодарю за внимание в ад허 Волков – гостеприимент Волков – гостиничный продюсер Альбом – гостеприимент и Пок Миusto – гостеприимент Волков – гостиничный вkil россия wen – гостеприимент